Всем привет! Сегодня старт РПЛ. Самый охуительный чемпионат по футболу в мире. Его я жду каждый год. И вот он начинается. Начинается, правда, с говном матча. Мы говорим, начинается с говном матча. Матч между Ростовом и Динамо-Москва. Сразу говорю, парни, я на этот матч не поставлю ни копейки, но прогнозы, свои дамы, расклады на этот матч. Хотите ставить, хотите нет. Я считаю, на этот матч деньги, деньгами рисковать не следует. Потому что очень сложно предположить, что там будет. Начнем с матча. Вы все прекрасно знаете, кто разбирается в футболе. Наверное, никто и не разбирается. Что Динамо-Москва довольно-таки прилично усилилась. Наверное, больше всего они купили игроков в мебсезоне. Там защитника, как говорят, Бальбиуна купили. Ну, в принципе-то, легов они нормально закупились. Вот. Тренер там хороший. На удивление, Динамо за последние, наверное, 20 лет, может и больше, да, там впервые хороший тренер. Как и менты его поставили, хуй его знает. Как они его утвердили, хуй его знает. Вот. В принципе, тренер хороший. Игроки сейчас тоже закупились более-менее. Ну, и относительно фаворитом этого матча. Многие говорят, что это Динамо-Москва. Вот. Ну, не знаю, ребят. Не знаю. Я очень сомневаюсь в победе Динамо. Потому что, на мой взгляд, это равный матч. Матч проходит в Ростове. Знаете, сейчас какая температура Ростове? Охуеете. 41. Там пиздец. Просто солнце выжигло всю траву. И очень жарко. Очень жарко. Очень большая духота. Играю 20.00. Ну, типа вечером. Да нихуя это не вечером. Вечером, и когда там жара немного спадает, это 23.00. А не 20.00. В 20.00 там еще будет жарко. Ну, конечно, не как в 15.00. Ну, в 15.00 там вообще пиздец. Но будут играть в довольно-таки жаркую погоду. И это, скорее всего, скажется. Наверное, в первую очередь на футболиста Динамо. Вот. Так что имейте в виду, что там будет очень жарко. Во всем остальном, это, в принципе, я считаю, равный матч. Никакого преимущества у Динамо, я считаю, нет. Пока еще игроки новые не вписались в состав. И, в принципе, забьет Ростов в голову и пиздец. И будет по такой жаре держать этот результат. Выставит автобус и попробую его взломать. Вот и все. Не знаю, здесь на что ставить. Многие говорят, что нужно здесь поставить на форму нулевую Динамо. То есть, вроде как это стопроцентная железка. Если даже Динамо сыграет нечью, вам вернуть деньги. А так с нулем на Динамо 1.7 или 1.72. На футболе, по-моему, 1.72 даже. Ну, возможно, возможно, да. Но я побаиваюсь в этом матче. Потому что я считаю, что матч абсолютно равный команд. И для меня не будет удивлением, если Ростов выиграет этот матч. Вот. Я на этот матч сделаю два прогноза. Первый мой прогноз – это обе забьют. Нет. За коэффициент 1.84. То есть, я считаю, что хотя бы одна команда не забьет. То есть, по такой же Ария, скорее всего, матч закончится или 0-0. И победы в один мяч одной из команд. Я сомневаюсь, что там обе команды забьют голы в этом матче. Коэффициент хороший. Вполне возможно риск. Вот. Это первая ставка. Вторая ставка – это количество фолов больше 25.5 за коэффициент, по-моему, 2.1. Можно взять больше 24.5 количества фолов. Но я все-таки рискну на больше 25.5. А почему фолов будет много? Ну, потому что чемпионат Европы закончился. И вообще там будет сумбурная игра. Сумбурная игра. Игра в центре, скорее всего. И будут там много по ногам бить. Много силовых единоборств. Соответственно, много фолов и тому подобное. Поэтому, я считаю, много фолов будет. И фолов больше 25.5. В принципе, нормально. Для РПЛ нормальная. А РПЛ, где, в принципе, фолов выдают очень много. Это не чемпионат Европы. Вот. А такие расклады на этот матч. Повторяю свои прогнозы. Свои прогнозы. Обе забьют. Нет. Первый прогноз. Второй. Это количество фолов больше 25.5. Сам я ни в копейки не поставлю на этот матч. Я считаю, что рисковать деньгами в этом матче не имеет смысла. Ставок хороших нет. Вот. Поэтому подожду других матчей. Но это матч открытия. И свои прогнозы я дал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok